Строительный скандал в сердце столицы. В эпицентре снова Андреевский спуск и уже новые руководители Министерства культуры. Вот как они так быстро заразились вирусом своих попередников, выясняла Елена Зорина. Несколько лет назад в замке Ричарда хотели открыть отель, но не получилось. Теперь уже рядом наметили строительство во внутреннем дворике. Здесь может вырасти небольшой коттеджный городок. Об этом свидетельствуют документы. Вот в планах обозначены трех- и четырехэтажные строения с подземными паркингами. Одно из них рядом с замком, два других с тыльной стороны. В конце апреля Министерство культуры согласовало работы, пока предварительные. Под документом подпись первого заместителя, уже нового руководителя ведомства. Почему чиновница это сделала, сегодня вспоминает с трудом. Конечно, я просто не готова с одной сторинки ответить. И все же уверяет, все по закону. Если прошел проект экспертизы, соответственно, нашего управления в межах Министерства, то значит, он ответит законодавчим нормам. Замок уже много лет пустует. Его и соседние здания под номером 17 отдали в долгосрочную аренду частной компании. В замке должен быть ее офис. Однако единственный вход без ступенек. Работы в этом месте нежелательны, утверждают архитекторы. Ведь это памятник градостроения национального значения. А еще территория заповедника Древний Киев. Какие-то такие серьезные работы в непосредственной близости от этого объекта могут привести к появлению каких-то деформаций, трещин. До сих пор видно наслідки сувого грунта, который отбывался минулого березня. Защитница Андреевского Владислава Осьмак вспоминает, как уже пострадала гора, у подножия которой стоит замок Ричарда. Перестроить замок, говорит, пытаются уже третий раз. Из полуразрушенного строения хотели сделать и жилой дом, и офисный центр. Об идее с коттеджами активистка слышит впервые. Я не хотела бы думать, что это продолжение старых коррупционных схем, хотя и это целиком имоверно. В Министерстве культуры под вечер пояснили, о коттеджах возле замка речь не идет. Пока там могут проводиться только исследовательские работы. Но то, что рядом хотят построить офисное здание, не отрицают. Там планируется офисное помещение, готельно-офисное помещение, но его проектная документация будет обговориться на Громадской и Министерской Раде. В мэрии пока о намерениях Министерства не знают. Хиба бы Нищук дав сегодня дозволы будить там на взвозе? Я думаю, что нет. Ци документы, как минимум, должны быть изучены. Пока на Андреевском возле замка тишина, работы не ведутся. Туристы встречают надписи на фасаде, ржавый забор и мусор во внутреннем дворике. Однако продавцы сувениров говорят, людей, похожих на строителей, возле замка недавно видели. Месяц назад куда-то там во двор кто-то лазил за чем-то. Ребята какие-то строительные, не строительные. Елена Зурина, Евгений Каминский, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер.